Здравствуйте, меня зовут Грег Лейн из Государственного университета Мичигана. Мы находимся сейчас в исследовательском центре университета в Кларксвилле. И в частности, мы стоим посередине испытательного поля NC140 различных формировок черешни. Это исследование проводится по всей Северной Америке в различных местах, от Мексиканского Чуауа до Британской Колумбии и даже Новой Шотландии. Это очень интересное исследование, где испытываются три очень скороспелых карликовых подвоя – Гизела-3, Гизела-5 и Гизела-6. И мы испытываем четыре вида формировки деревьев на трех этих подвоях. У нас есть высокое веретено с одним центральным проводником, которое имеет лидерную крону. У нас есть супер веретено, при которой деревья сажаются очень близко друг к другу, также с одним центральным проводником. У нас есть KGB, или формировка куст Кима Грина, вариация испанского куста. Это многоствольная кистевидная формировка дерева. А также формировка U4 – вертикальные плодоносящие побеги или кордон, которая предполагает множество проводников, выстроенных на плоскости. Мы посмотрим на каждую из этих формировок отдельно. Я сам и Лин Лонг расскажем о правильной обрезке деревьев в такой формировке. Мы посмотрим на деревья, для которых этот сезон станет третьим. То есть мы формировали их в течение двух лет, сейчас они начинают свести и плодоносить. Большая часть формировки выполнена, теперь мы работаем над развитием индивидуальных побегов плодоношения в каждой формировке. Тут мы стремимся получить формировку U4 на подвое Гизела-6. Эта формировка разработана для распределения силы роста по дереву. Каждый из вертикальных побегов отнимает силу дерева, которое стремится к формированию лидерной кроны. Поэтому, когда у вас сильнорослый подвой, даже скороплодный сильнорослый подвой, как этот Гизела-6 или Гизела-12, когда вы формируете дерево со множеством проводников, например, по системе KGB или U4, получается хороший симбиоз формировки и силы подвоя. Если мы используем карликовые подвои Гизела-3 или Гизела-5, при такой формировке нам нужно располагать деревья намного ближе друг к другу и использовать меньше проводников на каждый подвой, поскольку менее сильнорослое дерево не сможет выдержать такую же нагрузку плодовой стены, как более сильнорослая. Это дерево сорта Бентона на подвое Гизела-6 с формировкой Уфо. У него начинается третий сезон вегетации. Первый сезон дерево было посажено под углом. Мы удалили все почки снизу дерева, а также по бокам, и позволили вырасти только верхним почкам. Так мы получили вертикальные побеги. И поскольку эта часть исследований включает эксперименты с некоторыми другими формировками и проводится по всей стране, нам пришлось снова формировать дерево в начале второго года. Для этого мы срезали выросший в первый год вертикальные побеги. И теперь где-то мы получили два побега там, где был один. На второй год мы снова заполнили плодовую стену вертикальными побегами, и сейчас наступает третий год, теперь мы проводим прореживание, удаляя очень сильные из них, как вот этот толстый побег. Удаляем также те, которые выглядят слабее остальных. Затем мы смотрим на заполнение отведенного пространства. Проверяем правильное направление роста вертикальных побегов. Эта стена должна улавливать максимальное количество света и дать нам большое количество плодовых почек в следующем году. Я начну удаление всех боковых ненужных ветвей, которые не будут закреплены на шпалере. Им не хватит места. Этот побег мы, вероятно, не хотим. Оставим. Удалим другой. Он выглядит послабее. Подвяжем его позже. Вероятно, что нижняя ветка нам тоже не нужна. Таким образом, мы заполнили пространство с этого края. Проводники расположены на хороших интервалах. Уберем это раздвоение. Также избавимся от этой боковой ветви. В целом, ветви растут на хорошем расстоянии друг от друга. Нам не нужна эта ветка другого дерева, поскольку я уже заполнил пространство этим деревом. И последнее, что мы сделаем, мы подрежем каждый проводник. Я предпочитаю срезать ветку на почку, смотрящую вдоль ряда, но не в междуряде. Поэтому я срезаю тут и здесь. Здесь здесь эти бренды. � Я подрезаю верхушки, потому что мы знаем, что на скороспелом подвое, таком как Гизелла, все индивидуальные узлы с почками в этом году дадут веточки с листьями без плодов. Но в следующем году каждая из них станет плодоносящей. В связи с замедлением роста побега к концу сезона, узлы начинают закладываться слишком близко друг к другу, междоузлия становятся короче. И через два года после формирования этого побега у вас получится слишком плотное скопление плодов. Поэтому удаляя верхушки, избавляясь от скоплений плодов, мы сохраняем баланс у плодовой стены. Таким образом, плодовые образования будут расположены более равномерно по всей длине ветви. Этой операцией мы закончили УФО-формировку этого дерева. Здесь мы видим очень сильный побег. Мы подрезали ветку в прошлом году, и из пинька появились три побега замещения. Один из них очень-очень сильный. Нам нужен в этом месте один побег, но не очень сильный, иначе он может стать основным стволом, вместо того, чтобы быть плодоносящим побегом. Поэтому мы его отрежем. А также этот мелкий. Затем подвяжем этот к проволоке. Он заполнит нашу плодовую стену, и будет соблюден баланс. Здесь мы смотрим на несколько деревьев формировки УФО. Они входят в третий сезон вегетации. Это сорт Рейнерс на подвое Гизела-3. Это карликовый подвой, очень скороспелый. Вы можете заметить намного более слабый рост побегов по сравнению с Бентоном. Также видно, что мы не подрезали во второй год побеги. Побеги, выросшие в первый год, сейчас цветут, и в третий сезон имеют плодовые веточки, плодовые образования. Здесь наглядно видны плодоносящие побеги, которые мы растим в первый и во второй год, и как они становятся плодоносящей зоной в третий-четвертый. Это то, что выросло за прошлый год, а это выросло два года назад. Замечательная демонстрация того, что мы ожидали увидеть на третий год. А на четвертый год эта часть ветви также будет цвести вместе с низом. Весь этот кордон, что вы видите, будет заполнен цветами на четвертый год. Также будет дополнительный рост побегов, который будет расширять плодоносящую зону по мере развития формировки. Нравятся наши переводы? Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии.